Верховная Рада на этой неделе решилась поддержать революционный законопроект о трансплантации. Впрочем, представители оппозиции проголосовали против. Если президент подпишет принятый законопроект, то уже до 1 октября должна быть создана единая государственная информационная система трансплантации. В этом реестре будут все люди, которые документально зафиксируют свое желание стать донором. Согласие также могут дать близкие родственники в случае, если сам человек умер при жизни и не успел это сделать. Таким образом, украинский вариант трансплантации весьма консервативный. Это презумпция несогласия. В отличие, например, от соседней Беларуси, где действует презумпция согласия, если человек при жизни не зафиксировал отказ стать донором, то его органы можно использовать по умолчанию. Кстати, Беларусь стала одним из лидеров в Европе по трансплантации и направлением для медицинского туризма, в том числе и из нашей страны. Принятый законопроект запрещает заключение каких-либо договоров по донорству. Трансплантация должна финансироваться государством. И это не единственный запрет в документе. Нельзя изымать материалы у умерших детей-сирот, у людей, чья личность не установлена, а также у погибших на Донбассе. Сторонники нового закона уверяют, что он может спасти жизни тысяч украинцев. Я хотел бы наголосить, что в Украине щодня помирает 10 людей через отсутствие органов для пересадки. Лише одиницы получают шанс на операцию с трансплантацией. Вы знаете, как с дня на день жить с надеей на то, что ты можешь выжить, а в конце ты понимаешь, что все шансы потеряны. Лекарь на сегодня без силы наши, фаховые профессоры, через то, что у них связаны руки законодавчо. И государство должна втрутиться в этот процесс. В развитых странах мира трансплантация и стандарты лечения при больших заболеваниях нирок, сердца, печенки, легендов и других. А Украина отстает на сегодня на 20-25 лет. На сегодня мы сделали только 8 пересадок сердца при необходимости тысячу на год. Я уже не буду говорить про другие потребы. Продолжение следует...